У мощного слоя радиопередатчик, еще один транзистор, впервые полиометр, вот уже на таком расстоянии от антенны. Я еще резистор поставил, там параллельно катушке, чтобы не было гармоний к биений. Тогда четче станцию ловит, тогда сразу автопоиск находит, так не всегда находит. А теперь поле немножко уменьшилось, раньше тут на таком расстоянии где-то, вот здесь стрелка была. Вот тут зашкаливает поле. Вот, кстати, когда в руке держишь его, если положить так, он не будет такого показать. Видимо, я сам облучаюсь по этому. Тут уже, даже тут немножко есть поле. На таком расстоянии. Не положил, не отмечал. Вот потребление какое. 0,3 ампера и 19 вольт. Где-то 100 миллиампер потребляет. Вот эту часть мы там перерисовывали неправильно. Там кое-что экспериментировал. И потом 200 миллиампер потребляет. Вот этой частью 100 миллиампер, вот этот один транзист. Если что, так можно сказать, как идет от этой катушки, которая идет через конденсатор и потом на антену шла. А теперь не на антену идет, а теперь идет на эту катушку через этот конденсатор. Потом на базу вот этого транзиста, который 2 МГц. Название C3950. Между базой и эмитером вот этого транзистра. Стоит резистор. Вот такой вот. Где-то 30-48 Ом, не помню. Или 30 или 40 где-то там. Потом от коллектора на плюс идет. Резистор тоже 40 где-то Ом. Немножко теплый. Даже, можно сказать, чуть ли не нырячий. И вот этот трех витков катушка. Между коллекторами и эмитером. Ой, то есть с коллекторами и плюсом. Немного схема изменила. Теперь параллельно катушка стоит не 30 Ом или 40 Ом резистора, а 500 Ом резистора. Вот теперь поле усилилось намного. Вот теперь уже тут поле показывает. Вот если вот руку поношу вот так. Даже зашкаливает. Как раз это на ноль переходит. Убей руку только. Берусь он сразу стрелками. Такой пылесильный. Такой пылесильный. Пылесильный. Такой пылесильный. А тут почему-то даже усилилось. Он даже тут ловит. Сколько тут? Четыре метра где-то. Да, передатчик. Да, передатчик. Дантине. А тут уже, наверное, не полет. Это просто стрелка стоит, надо вот так смотреть. Такой пылесильный. Так отражается. Так отражается. Вот тут вот зашкал. Вот так лежу. Вот оно. Аня вот это двинула, только из-за шкале она попала. Вот, что-то тут вам надо как-то встать. Она заштокалась. Даже почему-то вот так вот. А вот понял, в чем фишка. Когда на этот провод ногой стоишь, тогда стрелка уходит. Я сделаю, чтобы потемнее снимало, чтобы лучше была стрелка. Вот нога стоит на осциллографии проводе. Вот я ногу отпускаю и вон стрелка зашталась. Ногу ставлю, пыль ослабляется. Ногу убираю. Потому что вот осциллограф идёт, щуп на землю идёт. Поэтому вот эта земля, видимо, взаимодействует. Не вспомню. Вот эта земля, потом вот тут вот эта земля. Вот тут, кстати, маленькая. Надо же на камеру выбирать надо. Вот в этой положении. Вот тут как-то. Тут очень сильно. Вот такой полиметр. Возвращается. 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 Вот. Вот так вот. Продолжение следует... А что я такого и делал... Коммерческая тайна... Шучу... Вот... Отплылся катушка идет... Над дросселью... Ну то есть над верителем... Потом вот тут к ней... Вот эти три витка катушка... Которая к коллектору идет... Тут конденсатор идет... Ну вот впаял... 88 нФ... 0,1 микрофарад... Резистор параллельно... М500П... То есть эти теперь части... Меньше на воду влияет... Меньше на воду влияет... Теплый... И чуть-чуть теплый... Посмотрим как радио тянет... Потому что личный труд... Поменяет вас лично... И тем, кто прежде всего... Которые с вами контактируют близко... Когда вы там ходите... Вы соединяете усилия... Они немножко сильнее влияют... в этом случае на окружающую рептуру. Не вскоре, чтобы означать так, что литургиями, песнопениями, псалмами уже был Бог с этим образом. Это важное действие на самом деле. Это не Богу нужно. Вы посвящаете это как Богу. Сильная наводка 50 Гц. Когда последнюю усиливающую часть убираю этот транзистор, который на 2 ГГц к базе его цепляет, тогда чистый звук. А когда его подцепляет, тогда вот такая наводка 50 Гц. Как с ней бороться, я не знаю. Вот. Может резистор параллельно этой микро-маленькой катушке поставить. Как и в этом случае 500 тонн тут стоит. Может он что-то немножко поможет. А еще можно убрать вот этой, я не досказал, вот этой катушкой. Но тоже между минусами, между эмитиями и базой вот этого транзистора стоит. С ферритом внутри. Но без ее тоже можно. Но там ничего такого особо не решает. Поставил дроссель из минуса, который из блока питания минус идет. И там поставил дроссель. Тут помех немножко уменьшилось этого 50 Гц. наводки. Вот. Вот это. Такого образа. Вот он на ферритом. Желтый, белый. Желтый, белый. Желтый, кажется. Вот. Столь поднот. И к минусу на блока питания. И потом на минус передатчика. Ну и тут минус передатчика идет именно на минус вентилятор. Тоже. Чтобы наводок не совпевал. Хотя не знаю, насколько это помогает. Я думаю, особо не помогает. А вот теперь землю подцеплю. По-моему от земли ничего не меняется. Еще ток потребляемый вырос. Когда подцепил. Когда вот этот дроссель добавил. Вот теперь почти 0,4 А. Поле ослабело. Он же как-то хватался. Вот теперь вроде не с нули. Те из вас, кто недостаточно помудрел, находя кусты терновника. Заземление вроде там ничего особо не поменяло. Вообще, можно сказать, что ничего не заметил. Можно сказать, что ничего не поменяло. Мне удалось сделать чистый звук. Видимо, это из-за резонанса. Это из-за резонанса. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Вот сколько потребляет. 0,6 А. Ампер 19 у нас. Вот тут эта катушка, которая окончается в сильном каскаде, она последовательна в 10 Ом резисторе, иначе бы там совсем был. Может больше бы 1 Ом выкатрабленным, и при этом этот резистор очень горячий, 10 Ом, а не настолько горячий, чтобы сгорел. Сперва даже бывает где-то чуть линии 0,7 Ампер, но потом он нагревается, и напряжение, видимо, протянает, ток протянает. Вот этот коллектор идет 39 пико-фарад конденсатор, и параллельно ему вот такой конденсатор, который я покупал. К сожалению, бумажку выкинул, там, по-моему, было 39 пико-фарад написано. Нет, по-моему, не было написано, там в интернате написано, что от 2 до 39 пико-фарад, или как-то так пико-фарад. И вот этот вот конденсатор, эти два параллельно, видимо, с этой катушкой резонирует, которая коллектору идет около тех четырех транзисторов, которые усиливают. Получается, при резонансе начинает очень мощный сигнал поступать на этот транзистор, он начинает слегка тек, начинает пико-фарад. Хороший ток пропускать. О, какое слабое поле. Раньше бы поле подпрыгнуло, сейчас оно не прыгнет. Потому что, наверное, гармоник мало, раньше гармоника насильно было. А вот тут его зашкаливает, тут вообще ничего нет. или, возможно, это из-за резистора этого листья тоже начинает появляться. передача или сильно выйдет, я еще не проверяю. когда на одном резисторе 46 Ом в окончательном каскаде, то вадеба не очень хорошая цена. Я подозреваю, что может быть тут нужно, чтобы... вот эти части железного транзина, не знаю, или это хорошо. А вот у меня заземление на минус подсыпленное. иначе по ней меняется. У меня резистор параллельно базе и эмиттеру. конденсатор 330 пикофарад. тоже может заглушает колебания, чтобы собственных колебаний от всяких катушек не возникало. Я удивился, что даже с такой катушкой индуктивное такое употребление больше. Ну это видимо раньше у меня просто слабые транзисторы были. И там очень узкий тот импульс был. Поэтому, может они до конца еще открывались транзисторы. Поэтому такое малое употребление. 100 миллиампер где-то на конечном каскаде, если не 50. Вот этот резонанс видимо с этой катушкой невидимо сделали так, что теперь шумов нет. Еще поставил вот там дроссель. От плюса идет. Там катушка. Потом тут конденсатор. 82 пикофарада и 0.1 микрофарад. И чертипыстр параллельно под цветом. И потом вот это плюс тогда становится. Вот здесь. Вот этот плюс идет. Здесь вон резистор идет. Идет вот на эту катушку и от катушки на коллектор. От коллектора на антенну идет. Вот. Вот. Ой. Вот он ценный провод. То, что поле сильно мелет. Мореополе метр. Ничего вроде бы не давал. От этого тяга не вырастало. Просто там от повода как-то... Ладно. Теперь будем загружать информацию. Потому что теперь тоже не ясно как тянет. А поле слабо. Теперь очень... Ну... Которое поле метр мерит на кого? Но как я... Я смотрел на предыдущих опытов, когда поле метр, как уже говорил раньше, сильное поле мерил, то передатчик слабо тянул, а когда поле метр слабое поле мерил, тогда передатчик хорошо тянул. Не зашел к нам свет чудесный и раскрыл сердце, и луча взяли небесной слабимый он. Не зашел к нам свет чудесный и раскрыл... ... Ааа... at everything at the bad things that... Даже тут выловит. Надо тут руку держать. Это не его чистота. Это не его чисто. Думаю, что передатчик тут не получился. Чтобы далеко тянуло хоть потребление. Такой не маленький транзистор. Теплый радиатор. Чтобы далеко тянуло нужно, предполагаю, чтобы были высоковольтные транзисторы. Как те, которые четыре в параллели спаяны перед последним каскадом. Этот транзистор я назову последним каскадом. Вот эти четыре перед последним, потом вот этот, он черный. Еще перед последним, а этот вот первый каскад. Это генератор получается. Назовем его первый каскад. Потом усиливающий транзистор, второй каскад. Потом усиливающий транзистор, третий каскад. Вот этот последний, четвертый каскад. По даташиту вроде бы он 25 вольт между коллектором и эмитером напряжением. А в этих четырех, если не хорошо помню, там теперь четыре стоят. С18-15 скажите, они 65 или 80 вольт. Поэтому от них может сильно обратно идти. И она может как раз хорошо работать. Вот на такую антенну, которая прямо коллектору лепится. А вот этот на 25 вольт, и от него не может большая обратно идти. Поэтому может не так работать хорошо. Поэтому тут желательно, может было бы, что высоковольтнее было. Но не столь важная частота, как высоковольтность. Так он на 2 ГГц, и на 500 мА. Что-то я подозреваю, он может намного больше вытянуть. Потому что слабо греется. Хоть уже 500 мА. Не, он 400 мА потребляет. Но это в импульсном режиме уже. Так-то он, если на резистор его посадить и постоянный ток подать, он меньше грелся. Чем если бы на перемену вот так. И так как он 20 ГГц может выдержать, поэтому для него 100 МГц это низкая частота. Малопатерное переключение должно идти. Может поэтому он слабо греется. Либо эта иллюзия такая создается, что он слабо греется, потому что у него пластмассовый корпус. И он на самом деле сильно греется. Но тепло все не может отдать. Вот он. Такой у них корпус. Я рукой берусь, он еле поднимается. У меня, когда было самое сильное поле, так я круткой вот так же. Достаточно немножко ухватиться, стрелка сразу в шкаф заходила. Потом я немножко поле убавил. Тогда я хватался, и тогда стрелка где-то вот тут была. Вот теперь она еле поднимается. И теперь, когда камеру приближаю, она снова в своё равновесие уходит. в этом кругу. В этом кругу.